День автомобилиста, пожалуй, самый долгожданный праздник всех водителей. Связать свою жизнь с этой профессией 34 года назад пожелал Александр Кожухарь. Стать кем-то другим он даже не думал. Сейчас он работает водителем дежурного автобуса в Московском автотранспортном предприятии. И коллектив его очень ценит. От него зависит вовремя ли попадут сотрудники АТП на свои рабочие места. Его к ветеранам предприятия накануне праздника наградили медалью, грамотой и денежной премией. В свою очередь, пользуясь случаем, Александр Кожухарь поздравил всех своих коллег с профессиональным праздником. Я хочу поздравить всей души всех своих коллег, водителей, кондукторов, диспетчеров, всю администрацию свою с праздником. Желаю всем здоровья и их семьям тоже. И, конечно, безаварийной работы всем. Ежедневно автобусами Московской автоколонны переводится около 40 тысяч пассажиров. И только водителям известно, как трудна эта работа. Обязанность каждого шофера следить за состоянием закрепленного за ним транспорта, чтобы в нужный момент он не подвел, и все пассажиры были доставлены до своей остановки вовремя. Заместитель главы Московского городского округа Александр Чистюхин лично поблагодарил работников АТП за их нелегкий труд и поздравил всех с профессиональным праздником. Хочу поздравить всех водителей, особенно всех водителей профессиональных, водителей пассажирских автобусов, всех не только водителей, но и механиков, весь обслуживающий персонал, который у нас есть в нашей Московской автоколонне, с профессиональным праздником пожелать всем здоровья, благополучия их семьям, родным, близким. Удачи на дорогах. Праздник устроили прямо в здании АТП. Всех, кто принимает активное участие в ремонте, обслуживании и вождении автобусов Московского, пассажирского автотранспортного предприятия, наградили грамотными и денежными премиями. А ветеранам, которые отработали за рулем по 30, а кто и по 40 лет от губернатора Кемеровской области Аману Тулееву, вручили медали «70 лет Кузбассу». Ну и, конечно, между награждениями работников Московского АТП радовали музыкальные сюрпризы, приготовленные коллективом городского центра культуры. Андрей Камышев, Александр Михайлов, Сергей Сомов. «Моски. Сегодня».